Вот, в принципе, как бы, вот сейчас Алибаба снова там, эта бумага пришла на ЛАИ, я уже говорил, там, иксов от нее ждать не стоит, да, но, в принципе, как бы, если так вот более реалистично, опять же, да, посмотреть, ну, может быть, в район там 150 бумага вполне сходить может, а то и повыше. Сергей, день добрый. Добрый день, Андрей. Приветствую тебя из Кунцева, кинотеатр Ландыш летний, Ландыш, одеколон, Ландыш, буль-буль-буль-буль-буль, квак. Ну, сейчас тебя опять затроллят. А, кстати, Валя, ты видел, как тебя троллили за прошлое видео, когда ты написал, троллили, троллили какие-то люди, вот неправильно купил, опять разок обкакался, а теперь взяли, когда рынок отскочил, все постирали. Ну, есть такое дело, что тут возьмешь. На самом деле, по таким комментариям можно просто понять, сколько лет человек на рынке и какой у него объем депозита. Ну, соответственно, эти люди как бы не совсем понимают, как функционируют фондовые рынки, и депозиты у них совсем небольшие. Но, тем не менее, да, действительно, на данный момент мой портфель, портфели моих клиентов, они все находятся в плюсе. Это не значит, что как бы там волатильность уже там закончилась и все пойдет наверх. Но здесь я хочу тоже сказать один момент про вот эти вот все комментарии. Ну, друзья, я как бы ввиду того, что работаю с людьми, ввиду их портфели, мне как-то обманывать, врать не получится просто. Просто по той причине... Утечка будет, утечка информации рано или поздно будет. Все эти люди смотрят твой канал, и если я что-нибудь там скажу не так, что там, допустим, портфели в глубоком минусе или там убытки, а я буду рассказывать, как все здорово, ну, эти люди просто не будут со мной работать. Вот и все, здесь все очень просто. Хорошо. Ты помнишь венгерскую группу Ниатон Фэмили? Вот это вот вопрос, конечно, на миллион. Ну, если ты какой-нибудь хит их скажешь, как там называется, то... А, марафон, ну да, конечно. Эта замечательная группа была создана, накачали ее деньгами компартии Венгрии. Это такой экспортный вариант венгерской группы. Может быть, были группы не хуже по музыкантам, но их не накачали. Так вот, я сейчас говорю о марафоне. Начался марафон трейдеров Василия Боева, клуба «Аллигатор». Можно еще подписаться. Ты, Катя, не подписался? Ну, давай честно, я не подписался, но... Вот, выговор. Тебя занесение в партийную карточку коммуниста. И там задали вопрос вчера всем желающим. Зачем тебе фондовый рынок? Зачем? Вот что ты хочешь? Накопить замок, замок оселить его красивыми девками. Что ты хочешь? Зачем ты пришел на фондовый рынок, Сережа? А это ко мне вопрос? Нет, ну про девок я ладно, оставим. А зачем ты на фондовый рынок пришел? Ну, не знаю. Так получилось просто в свое время. Чисто случайно, наверное, у многих так. Товарищ один показал, что это такое, как это работает. Мне понравилось. Ну, и как-то втянулся. Но вообще хочу сказать, фондовый рынок, это, конечно, такая штука, которая вызывает зависимость, да, в том числе. И даже те люди, которые слили депозиты, и у них даже нет денег, они все равно не перестают смотреть на котировки. И, наверное, при любом удобном случае будут возвращаться обратно. Поэтому вот эти все разговоры о том, что ставки по депозитам там будут равны дивидендам доходности, и люди с рынка убегут. Ну, может быть, часть денег, конечно, они не переведут на депозиты, но на другую часть они продолжат все-таки покупать и продавать акции. Это хорошо, текущая ситуация. Вот ты купил акции, сидишь, переживаешь. Куда же смотреть? Налево геополитика, пойдешь налево геополитика, пойдешь направо ФРС США. Куда же смотреть-то? Ну, ФРС США не так, кстати, страшен, как геополитический риск. То есть, геополитика – штука самая слабо прогнозируемая и, в общем-то, самая опасная. Допустим, в былые времена, в том же, да, 20-м, когда рубль у нас подскочил к 80-ти, то есть, я четко понимал, и, в общем-то, мы продавали доллары там по 80, по 79. У меня было понимание и убежденность в том, что мы увидим уровни пониже. А когда балом правит геополитика, то есть, но кто его знает, что у правителей в голове, да, с одной стороны? Нет, можно, конечно, идти в рамках логики, но ведь логика иногда какая-то отсутствует, бывает просто течение обстоятельств, вот. И поэтому здесь я вот воздержался от продажи по 80, и, в общем-то, ну, точнее как, я не стал рекомендовать своим клиентам продажу доллара просто ввиду геополитических рисков. Ну, а по поводу покупки акций, да, вроде бы как бы более рисковый актив. Ну, те, кто приходит на фондовый рынок, должны понимать, что все эти операции связаны с риском, и, в общем-то, если риск неприемлем, тогда здесь делать нечего. Другое дело, что риски нужно уметь контролировать. И это, наверное, один из основных столпов работы на фондовом рынке. Если ты не контролируешь риски, ты сливаешь депозиты. И как раз вот последние, наверное, несколько недель очередной раз, в общем-то, этот постулат доказали. Очень много писали мне в личку людей про то, как они там потеряли деньги. Достаточно большие суммы. Кто-то больше, да, кто-то меньше. Но все это происходит потому, что эти люди пришли на фондовый рынок где-то год-полтора-два максимум. Они не видели таких движений на рынке. Они считали, что рынок всегда будет расти. И вторая иллюзия на рынке – это зарабатывать иксы. Это фьючерсные контракты, это плечи и, в общем-то, непонимание механики этого дела. Особенно, что самое, наверное, обидное – подписка на всевозможные хайповые телеграм-каналы с непонятными зачастую людьми, которые просто фейс-офф без лица рассказывают так вот «ну ура», что надо на всю котлету с плечами тут купить фьючерс, тут продать. Ну и, в общем-то, приводит к таким печальным последствиям. То есть рынок сейчас стал прыгать, и нужно быть, если хочешь торговать на рынке активно, нужно быть за очками, прыгать вместе с ним. Кстати, я вспомнил, у этой группы Нетон Фэмили две солистки было. Одна, которая некрасивая, в очках, ее выгнали за то, что она плохо двигалась по сцене. Вот она потом гастролировала по Советскому Союзу. Вот, и хочешь торговать в нашем рынке, нужно хорошо двигаться по сцене. Ну, здесь два варианта. Один вариант, да, спекулятивные стратегии, они как раз вот за прошедшие две недели, наверное, были самыми опасными, потому что спекулятивная стратегия подразумевает более филигранную работу. Среднесрочные и долгосрочные стратегии такой филигранности, в общем-то, не подразумевают. Там основной момент – это все-таки иметь запас денежных средств и пытаться купить на более, как бы, скажем так, приемлемых низких уровнях. Ага. Давай поговорим про рубль, потому что хочу тебе напомнить вот ситуацию, которая была в ноябре 2020 года, в последних числах. Когда доллар подскочил примерно до этих уровней максимальных за неделю, а потом он откатился, спустя там, ну, там, месяц, несколько месяцев на 73. В общем, и, конечно, этот пример очень заразителен. Многие люди тоже хотят продать доллары и купить обратно по 73. Ну, как я уже сказал в начале стрима, ой, стрима, прошу прощения. В начале… Концерта, концерт, группа, я все сказал. Да, как я сказал в начале нашей с тобой беседы, в общем-то, у рубля есть шанс на более значительное укрепление. Мы видим то, что геополитика потихонечку, в общем-то, вот эта острая фаза противостояния, возможно, уже как бы позади, но, по крайней мере, из острой фазы перешло так в более, да, спокойную. Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, и вроде бы как идут, продолжаются переговоры по этому вопросу. Ну, и действительно, если, в общем-то, никакой войнушки не будет, то у рубля появляется очень неплохой шанс на фоне высоких цен на нефть, на газ, да, в принципе, как бы вполне сходить там в район 73, а может быть даже… Нет, одно секундочку. А нам сходить, она может, сколько угодно, но там повышательный тренд, сейчас 75,5 примерно. Как она будет пробивать? А как она будет пробивать? Хорошо. Нет, я могу, как сказать, когда? Когда будут хавать наши облигации, да, или когда лучше отношение к рынкам, да, мы пробьем, а сейчас-то как? Уже, как бы, снижение градуса напряженности, да, привело к тому, что от 80 рубль достаточно резко, в принципе, укрепил… 73, согласен, согласен, только, мне кажется, пока вот этот вот тренд, он будет очень актуален. Ну, это, вот смотри, допустим, сегодня мы открылись гэпом вверх, все хорошо, вышел Лавров, опять начал рассказывать всевозможные там вещи, освещать, как будут идти переговоры, когда, ну, естественно, заявление России там не позволит и так далее и тому подобное. Ну, и это тут же привело к снижению российских акций и легкому ослаблению курса российской валюты. Поэтому к этому нужно привыкать, нужно понимать, что все вот эти вот выступления официальных лиц с российской, с американской стороны будут, конечно же, в моменте влиять на цену и акций, и курса рубля в том числе. Если детально порублю, то сейчас по паре у нас есть диапазонная поддержка 77, 77,30. В общем-то, пробой данного рубежа, он приведет к тому, что рубль продолжит укрепляться в сторону, в новый диапазон выйдет 75,20 на 76. Пока вот как-то так, если так, под микроскопом, да, рассматривать. Но долгосрочно, если мы исключаем боевые действия, там 73. Ну вот. То есть надо, в протекущей ситуации надо быть достаточно осторожным, да, с плечами, да? С плечами вообще не нужно работать, в принципе, на таких волатильных рынках. Плечи можно использовать только, когда рынки спокойны. Ну, тут видишь, как получается. У людей в психологии как заложено. То есть они видят большое движение и считают, что вот это вот как раз возможность заработать иксы. И подключают как раз плечи. И вот здесь это большая ошибка. Это очень большая ошибка. Потому что на фьючерсных контрактах начинается повышение гарантийного обеспечения, расширение коридоров и так далее и тому подобное. И на этом люди просто... Не, просто надо сказать вот по-простому. По-простому вот как человек, который пьет ландыш. Надо сказать просто по-простому. Что если ты берешь плечи, ты ставишь себя в идиотское положение по отношению к тому мужику, у которого денег полно. И нет плечей, да еще резервы по инвестированию большие. Просто ты у него не выиграешь никогда. Это однозначно. И плюс ко всему. Ты глобально можешь быть прав в отношении движения. Да. Но локально тебя просто разденут. Вот и все. И это самое обидное. То есть тебя раздевают, режут на самом дне. И потом идет разворот рынка. Ты вроде бы был глобально прав, но у тебя уже нет денег. Да. А так будешь прыгать на сцене до глубокой старости, как эта солистка. Хотя до сих пор выступает. Я смотрел под последние записи. Да, до сих пор гастолирует. Так что все будет нормально, если риски придерживаться. Что ты думаешь по поводу наших ведущих акций? То есть Газпром, Сбербанк. У тебя какая доля, кстати, в портфеле? Слушай, у меня там доля, ну скажем так, у меня вообще четыре бумаги. Это Татнефть, Сургутпрев, Сбербанк и Газпром. Возможно, еще что-то буду как бы добавлять. Посмотрим пока. Вот. И, в общем-то, наверное, самая большая доля в Сбере. Чуть пониже в Газпроме. Ну и остальное там плюс-минус тоже на разных портфелях. Это Татнефть и Сургутпрев. А почему я не покупал рынок широким фронтом? Вроде бы неплохие уровни по X5, по Яндексу. Да, да много бумаг там сейчас с хорошими, в принципе, на хороших уровнях стоят. То есть интересных для покупки. Но как бы мой многолетний опыт, а я на рынке уже, слушай, наверное, 16 лет получается. Ну, чтобы не распыляться, скажем так, по всему широкому рынку, беру самые всегда ликвидные бумаги. Потому что, когда нерезиденты будут возвращаться на российский рынок, они в первую очередь будут покупать голубые фишки, самый ликвид. И уже в последнюю очередь будут покупать X5 и все остальное. Если будут. А многие бумаги и не будут вообще покупать. Кстати, на нашем рынке есть отдельные бумаги, которые вообще, в принципе, на этой коррекции не упали. И вот у меня в Телеграме люди спрашивают. А вот Фосагра, да? Что вот как? Интересно ее сейчас покупать? Да, собственно говоря, а что вы заработаете с этого Фосагра? Или вот вам пример. Там Сбербанк, который с 380 плюс упал там на 220. Или Фосагра, который практически не откорректировался. То есть, где апсайды? Вот в чем дело. В такие моменты нужно как раз не покупать там черти какие бумажки, скажем так. А нужно брать вот как раз первый эшелон. И опять же, здесь стратегии какие? У всех же разные. И психологии у всех разные. Кто-то скинет на отскоке через 10% движения. Ну, вчера Газпром в моменте плюс 10. С утра еще там плюс 3. Ну, люди, допустим, зафиксировались и все. Кто-то будет держать до отсечек с надеждой там поймать процентов 30. Что, собственно говоря, за 5 месяцев неплохая доходность. Опять же. Поэтому здесь на всех не угодишь. Ну, это понятно. Зависит от того, чувствуешь, что рынок. Вот я, например, сейчас рынок внутри дня не чувствую. То есть, вообще не чувствую. Я понять не имею, что будет внутри дня. А внутри дня все правильно. Потому что, ну, как я уже сказал, вышел Лавров и все завалил. Ну, условно говоря. А вчера он наоборот поднял рынок. Ну, вот как-то так. Когда рынок конкретно новостной, внутри дня работать очень сложно. Сейчас проще работать тем, кто набрал позиции. И с какими-то там среднесрочными целями. Вот они сидят без плечей и не нервничают. Ну, иногда проводят ребалансировки. Что-то продал, на откате докупил. Можно еще вот так работать. А ты-то, вот кто ты, мистер Дроздов? Ты-то на чьей стороне? Я на стороне среднесрочников. Это на сколько ты на год купил? Нет, не на год точно. Максимум до отсечек. Ну, а если рынок позволит с хорошей прибылью продать раньше, то продам раньше. Хорошо. Вот Сбербанк. Давай по этим четырем позициям пройдемся. По акциям Сбербанка. Какая цена от тебя удовлетворит, чтобы продать? Удовлетворит. Вот делим эту шкуру неубитого медведя. Ну, вот я не люблю делить шкуру как раз неубитых медведей. Но я думаю, что как минимум потенциал там до 300-330 у Сбера есть. Вот и посчитайте в процентах, то есть, сколько даже с текущих это получается. Поэтому весьма и весьма прилично. Так, Газпром. Мы с Артемом Сергеевичем ждем 900. Ты чего ждешь? Я не знаю. Для этого, чтобы называть такие феноменальные цифры, нужны обоснования. Я как бы смотрю на вещи более реалистично, без определенных там фантазий. И думаю, что к отсечке, если конъюнктура стабилизируется, наладится, то вполне как бы к предыдущему максимуму, а возможно и перебой этого максимума бумага вполне может сделать. Газпром не будет делать иксы в течение года. Слишком тяжелая бумага. Вай-вай-вай какой-то недоверчивый. Приходи ко мне в Ландыш. Мы нальем тебе Ландыша. Быть все хорошо. Татнефть. По Татнефти, вот вроде бы, да, и нефть на достаточно высоких уровнях. И вроде бы, как бы, неплохо было бы ей вообще-то ценник на такой нефти, ну, где-нибудь как минимум 540-550. Ну, а она вот сейчас торгуется 494,5. Там есть ряд факторов, которые мешают ей, конечно же, забраться на эти уровни. Хотя, я думаю, 550 и 580, в принципе, это просто вопрос времени. Вот. А для того, чтобы пойти выше, да, ну, нужно, наверное, чтобы Татнефть все-таки опять же вернулась к своей дивидендной политике, которая была у нее раньше. Просто сейчас там дивиденды небольшие, ввиду того, что компания вложилась там в предприятие в определенные. Ну, и, конечно же, НДПИ на сверхвязкую нефть тоже, в общем-то, не добавляет позитива. Но, думаю, там все будет хорошо, в принципе, по времени. Она очень хороша еще плюс для интродэйщиков, для спекулянтов. Уровни плюс-минус понятные. В общем-то, покупай пониже, продавай повыше и будь тебе счастье. Я вот, кстати, в течение декабря-ноября, ну, не знаю, наверное, раза 4-5 вот так делал. И, как бы, весьма успешно по 3-5 процентов там забирал. И вроде бы как неплохо. Я в Алибабе тоже три раза так сделал. Значит, вот это что-то у меня заклинило. Она вниз пошла, я что-то не хочу ничего делать. Хочу дальше посмотреть, что дальше будет с ней. Смотри, раз уж ты про Алибабу заговорил. Я хочу Алибабу. Алибабу давай. Ну, на самом деле, у китайцев скоро лунный Новый год. Как правило, перед лунным Новым годом на ЦБ китайские закидывают ликвы. Вот. В принципе, как бы, вот сейчас Алибаба снова там, эта бумага пришла на лаи. Я уже говорил, там, иксов от нее ждать не стоит, да. Но, в принципе, как бы, если так вот более реалистично, опять же, да, посмотреть. Ну, может быть, в район там 150 бумага вполне сходить может, а то и повыше. Я думаю, что у китайцев в текущем году все будет, в принципе, как бы неплохо. Но фантазировать насчет того, что Алибаба в ближайшие или какой-то до конца следующего года вернется к своей максимуме не стоит. На то есть объективные причины. Бизнес, в общем-то, потихонечку дробили. Запрещали медиахолдинг и то и все. Но, условно говоря, Компартия указала Джекумана то, что вот занимайся Экспрессом. Ну, это я утрирую, конечно, и не лезь в медиа и в политику там в том числе. Поэтому вот как-то так. Ну, и плюс, конечно, весь этот хайп, это история пандемийная. Этих пандемийных историй, особенно на американском рынке, ну, очень много. Просто людям нужно, прежде чем вот тоже многие спрашивают про всевозможные там бумаги, открываешь месячный график, а там вот после этого всплеска просто все в пол. Ну, понятно. Что-то у нас с тобой веселый эфир. Тут и Ландыш, и Нетон Фэммель. Надо сказать, что мы трезвые, как стеклышки. Каждый раз приходят какие-то люди, которые начинают обвинять. А сами-то они кто такие? Сами они, наверное, зажатые, как говорят актеры. Вот такие зажатые ходят. Человек, люди в футлярах такие, да? По поводу золота. Вот хотел бы обсудить эту движуху золотя. Ну, мы с тобой, по-моему, каждый эфир, да, затрагиваем эту тему. Я повторю свое мнение. Мнение я свое не меняю. По золоту я не лижу каких-то перспектив. Выплески какие-то, да, там, выше, там, 1800, ну, вот как последний раз, там, 1850 плюс. Я вполне допускаю. Но объективно, повторю еще раз свою точку зрения, сворачивание КУЕ, повышение ключевой процентной ставки, рост доллара и борьба с инфляцией, это не в пользу золота. Ну, что мы, собственно говоря, и видим по котировкам. Еще в конце прошлого года я на стримах на своем канале говорил, что золотодобытчики будут хуже рынка. Ну, посмотрите, что у нас с полиметалом и с полю золотом. Казалось бы, вроде золото на уровнях, да, 21-го года, а, в общем-то, полиметал тот же обновляет, там, локальные лаи. Ну, что здесь еще можно сказать? Золото, откройте, опять же, недельный месячный, ну, недельный график, вы увидите там широкий боковик. Вот, скорее всего, в рамках этого боковика, как бы, золото, ну, с какими-то, да, выплесками за нижнюю и верхнюю границу будет продолжать торговаться. Это в лучшем варианте. А в худшем пробьет нижнюю границу и уйдет куда-нибудь, там, в район 1500. Понятно. Слушай, такой вопрос по поводу нефти. Уже пишут аналитики, что двузначные цифры. Прощайте, скоро будут трехзначные цифры. Трехзначные? Уже скоро, да. 101 будет. Да, 101. Ну, что сказать, здесь у нас экспирация на носу, и под экспирацию, конечно, сейчас ничего тут падать не будет. Ты видел, Сережа, американский газ под экспирацию? Да, меня тут спрашивали, кстати. Ну, все интересно. Газ вообще инструмент очень волатильный, и там нужен определенный опыт. Вообще, к любому инструменту, да, нужно привыкнуть, нужно поторговать им какое-то время, и вы, ну, буквально, я не знаю, месяц, наверное, и вы поймете характер движений, как вообще торгуется инструмент. А вот, я газом не торгую, но если бы я поторговал им там недельку-другую, наверное, уже бы и вот эти вот микроуровни бы четко определял бы. Но, в целом, как я уже сказал, инструмент волатильный. Те, кто умеет им торговать, кто понимает как, ну, замечательно. Но все нам надо со стопами. Хорошо. Что у тебя с телеграм-каналом? Мы сейчас говорили с самого начала, что хейтеры ожиточились. Там тоже у тебя началось вот это вот, или люди адекватные? Нет, ты знаешь, вообще там ничего не началось, более того, все, как я и говорю, предельно культурно, даже люди друг с другом там в комментариях общаются. Сережа? Да, я вижу, это опять у меня звонок, ты меня видишь? Ты говори, ты говори дальше. Да, вот, даже в комментариях друг с другом общаются крайне культурно. Ну, может, аура такая, вот. Вот, ну, повторюсь еще раз, подписчикам очень благодарен за то, что они сдерживают эмоции, друг с другом не ругаются. Очень приятно, в общем-то, смотреть на общение, как бы, людей вот именно в таком русле, потому что, конечно, я видел разное на разных ресурсах, и просто волосы дыбом порой поднимаются. Ну, вот, у меня, слава богу, прям, меня это очень радует, очень. Понятно. Сейчас рынок настолько интересный, да, что не хочется отвлекаться на это, вот, гав-гав-гав-гав. Я там читаю сегодня, Верников подбухивает. Я даже не стираю, не отвечаю. Как режим самому творения, как Альфа-Директ, знаешь, там, в форуме. Режим, пиши-пиши дальше, пиши-пиши тюкай. Кстати, рынок настолько интересный, что, интересно, у нашего товарища одного сломалось плечо, да, он прошла операция, как мы знаем, сноубордиста. И у второго сноубордиста трейдера сломалось плечо. И операция, вот, будет, ну, пока вот-вот-вот. И он мне, я с ним разговаривал сейчас, он говорит, слушай, так обидно, сейчас наркоз дадут, а я сейчас с кровати торгую. И я пропущу какой-то момент. Я говорю, ты думай о здоровье, какой момент нахрен? Ну, ты знаешь, у меня когда-то в период становления, да, моего, там, у меня же как эволюция, наверное, как у большинства была сначала трейдинг, вот, долгое достаточно, да, время. Потом уже, как бы, более, как бы, такие среднесрочные, там, и долгосрочные стратегии. Ну, я давно уже не переживаю вот за такие вещи, что сейчас там мне надо куда-то пойти, а тут вот рынок там не даст мне пару пипсов там поднять. Ну, потому что я уже не занимаюсь вот этими пару пипсами. Ну, и, кстати, и сплю спокойно. Поэтому весь обвал на этом рынке, да, просадки были в моменте, конечно, вот, и у моих клиентов, само собой, были просадки. Но ты знаешь, нет, может быть, кто-нибудь из них и нервничал, они, правда, не подавали, вот, но, насколько я знаю, не особо нервничали, но, собственно говоря, и правильно. Поэтому все это прошло достаточно в спокойном русле, и никто там за пипсами переживает. Да, обидно, когда ты, допустим, не можешь взять по лоям. Там, это, опять же, вот эти вот всякие всевозможные вот это вот куча телеграммов, когда там на лоях купил, на хоях продал. Да, да, да. Начинается психология, как же так, я не взял по самому лою, жизнь пропала. Все, что теперь делать? Ну, друзья, вблизи можно взять, а по самым лоям это просто вам повезло. Ну, короче, друзья, два рецепта, если хотите хорошо спать. Первое, не берите плечи, и второе, покупайте лекарство Персен. Персен от бессонницы, и все будет у вас хорошо. Правильно я говорю? Тебе аптеки заплатили. Да, 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 купил Персен, потому что уже спать уже невозможно. Как бы все, все, натурализован, атмосфера сама, понимаешь, да? То есть, давай мы сейчас подведем итог нашего интервью. Вот, подписывайтесь на марафон, подписывайтесь на телеграм-канал Сергея, Дроздова, не надо брать плечи. Сереж? У тебя звук просто пропал. Я говорю, плечи брать не надо, у Сергея Дроздова плечей нет, поэтому он спит хорошо. Правильно я говорю? Да. Вот, что будет с рынком, Сергей, разумеется, не знает, но будет реагировать на возникающие вызовы, соответственно. Я как бы возьму на себя смелость и сделаю, скажем так, попробую, да, обрисовать перспективы рынка как раз до лета, скажем так. Все. Нет геополитики и все будет с рынком замечательно. Что касается американского фондового рынка, мы видели то, что после заседания Феда пошла такая достаточно серьезная волатильность. Здесь нужно понимать, мы в конце с тобой прошлого года эту тему много раз обсуждали. Все. Уходит с рынка ликвидность. Повышается процентная ставка. Это негатив для рискового рынка. И как бы было дело времени, когда американский рынок упадет. Собственно говоря, он упал. Сейчас S&P 500 у нас балансирует, ну, точнее, пытаются они вытащить индекс, идут попытки вытащить индекс на обычную территорию. А обычная территория – это повыше уровня 4400. Пока им это не удается. Ну, и, соответственно, до тех пор, пока им это не удается, как минимум будет серьезная волатильность. А как максимум американцы могут и углубить коррекцию. Поэтому здесь вот как-то так. Но дальше, после, как бы там ни пошло, либо они разгрузятся боковиком, либо покажут новые минимумы. Дальше уже, как бы, игроки будут смотреть на экономические показатели. Как растет экономика, растет ли она вообще. Ну, понятно, Сереж, но что, ты говоришь то же самое, что я сейчас сказал. Ты точно не знаешь, что будет с рынком, как и я. Точно не знает никто. Но у тебя есть определенные статистические проценты. Ты посчитал, что вероятность того, что пойдет вот 4 акции наверх, значительно выше, чем пойдет вниз. На основании этого ты принял торговое решение, купил 4 акции. Нет, они могут еще и обновить даже свои там минимумы. Вполне это возможно. Но здесь вопрос, как бы, защиты своих позиций и понимания там, где эти бумаги плюс-минус, да, будут, условно говоря, мои. Да, да. Чтобы он не сложил впечатление, что мы кого-то затягиваем в акции. Это вот взгляд Сергея Дроздова. Или мой взгляд. Но мы никого не хотим никуда затягивать. Однозначно. Здесь же каждое решение принимает сам. Ну, конечно. Мы только затягиваем в Телеграм-канал. Шучу, шучу, Сережа. Сергей, значит, короче, подписывайся на канал Телеграм, Сергей, на марафон. Ну, и если еще останутся силы, то на мой тоже канал Телеграм. Тоже неплохой. Сережа, по-моему, мы сегодня весело, да, с тобой? Ну, да, ты каждый раз... Опять будут писать, что это подбухивает туда-сюда, да, ну, пишите-пишите. Вот, а мы потом выйдем все в белый. Или ты это все записываешь? Я сейчас все записываю. Я пока зачем-то жили, что все записываю. Все, я потом выйду весь в белом, понимаешь, в конце года скажу. Вот три конца. Хотели? Три конца, да, все. Субтитры сделал DimaTorzok